Приветствую, друзья! Вот сейчас это памятка на все случаи жизни, когда вам вдруг стало плохо, чтобы вы помнили. Во-первых, сейчас весеннее-осеннее обострение. Это такие так называемые сезонные обострения. Ну, многие люди этим страдают, но на это не обращают внимания. И когда им плохо, они забывают об этом. Во-первых, я всегда говорил, записывайте погоду 10-12 дней, чтобы ориентироваться. Атмосферное давление, геомагнитная обстановка, потом дождь, ветер, температура воздуха. Это очень нужно, потому что очень много людей реагирует на все это. Плюс добавится какая-то негативная эмоция, и чаша переполняется, и вот тебе какой-то или кризис, или какое-то состояние. Вот ты встаешь, и тебе так плохо, и твое разочарование. Такое разочарование, когда ты на что-то надеялся, ты что-то старался, и у тебя не получается, или тебя обманули, или что-то такое. Вот сразу в голову приходят всякие негативные мысли. Это потому, что кислороду нужно в мозг добавить, чтобы кровообращение мозга лучше было. Потому что там идет какая-то или спазмическая ситуация, или там интерсикация, или вот этот спазм погодный. Поэтому запомните, друзья, когда вы сталкиваетесь с душевной болью, или с какой-то головной болью, запомните, это памятка. Вот смотрите. Самое первое, что вы делаете, разминаете уши. Да, но без фанатизма, чтобы не сломать. Потому что, когда вы разминаете уши, и левое ушко, и правое ушко, вы уже работаете на то, чтобы помочь самим себе в сложной ситуации. Чтобы голова лучше работала, чтобы появилась ясность, на душе отлегло, чтобы сразу вспомнить все остальное. А то вы в зацикленном состоянии, на своем плохом самочувствии в данный момент. И все у вас падает из рук, потому что как бы ничего вам не помогает. Поэтому разминаете ушки. Это скорая помощь и от спазмов сосудов, и от высокого давления, которое могло подскочить, и от многих неприятностей. И, конечно, сопровождается зацикленностью внимания на негативных эмоциях, на негативных ситуациях. Все вспоминается неприятное. Все приятное отсекается. Да-да-да. Все полезные советы тут же уходят из поля внимания. Поэтому я вам напоминаю, а сейчас как раз-таки сезонные обострения. Сейчас у многих людей, которые нуждаются, которые вот с такой подвижной психикой, которые... Чаша переполняется от какой-то обиды там, или от какого-то разочарования. Я почему это повторяю? Потому что, когда человек смотрит и слушает, он к себе это не относит. Потому что у него какие-то проблемы серьезные. А тут какую-то ерунду говорят. Да это не ерунда. Это механизм освобождения от спазмов, от спазмов, и улучшения кровоснабжения мозга, когда вам плохо. Ну или врач пусть придет и вам вколит укол и сделает вам, чтобы то же самое произошло. Понимаете? Это я вам рассказываю коротким образом самопомощь. Пока врач едет, пока вы приняли таблетку, а если таблетки нет, вот на такие случаи, когда ничего, никого рядом нет, а вам нужно быстро себе помочь, экстренная самопомощь. Значит, первое, это ушки. Второе, узелки на память. Это я много раз говорил на бесплатных ликбезах, а вы все могли забыть, потому что вам плохо в этот момент, и поэтому вам кажется, что все это ерунда. Это же тело. Как это может быть ерунда? Тело связано с нервной системой, нервная система с психикой, психика с вашей мироощущенческой способностью, с позитивными и отрицательными эмоциями. А как же все это связано? Это все целостно. Вот смотрите, разминаете вот так вот пальчики, пальчики. Да, 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 все 10 пальцев, все 10 пальцев разминаете, когда вам плохо. Это же короткая самопомощь, экстренная самопомощь. Да, делайте, делайте, делайте. Потом вспоминайте уже, что я говорил и раньше. Положительные эмоции. Ищите положительные эмоции. Голова у вас освободится от негативных эмоций. Положительные эмоции, вот вы когда вот так поделали, вам уже легче искать. И вот смотрите, например, на мою картину для того, чтобы понять. Вот она сейчас недорисованная, это ангел велосипедиста. Я ее много раз ставил и много раз переделываю, и сейчас переделываю. Вот видите, она какая стала. Если вы снимете негативные реакции, вы начнете там замечать и положительные стороны тоже. Точно так же, как и в жизни. Когда вы снимаете негативные реакции, которые от перенапряжения, от спазмов, от плохого настроения, от удручения, от обиды, от стыда какого-то, от разочарования какого-то. Когда вы снимаете через пальцы рук, через ушки, налаживаете кровоток. Следующее действие, когда вы берете кулачок и начинаете вот так вот проводить, 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 такой самомассажик. Очень замечательно. И в этот момент вспоминаете, что после таких стрессов, после таких удручений, после таких неприятных состояний, после страхов и так далее, негативных напряжений, если вы вспоминаете ряд своих вопросов нерешенных, то вся эта энергия напряжения, энергия страха, как в Айкидо, переходит на решение этих вопросов. И вы увидите, через несколько часов эти вопросы лучше решаются, понимаете? Будь то творческие, какие-то такие, связанные со здоровьем. Да, да, да. И наблюдайте тоже вот так вот за картиной, за картиной. Потом походите несколько минут по комнате, если вас трясет, потряситесь, если не трясет, сделайте то, что хочется. Может, плакать хочется, а может, смеяться хочется, может, улыбаться хочется, может, спать хочется, но вы делайте то, что вам хочется. Я уже на нескольких бесплатных векбезах говорил о том, что побудьте детьми пять минут в день, хотя бы пять минут в день. Побудьте детьми, вспомните в детстве, что вы любили. Некоторые, когда начинают вспоминать в детстве, сразу слюзы идут. Ну, это же разгрузка, это правильно, так и делайте. Это самопомощь, это памятка до самопомощи. Когда вам плохо, когда страх, когда плохое состояние, когда кажется, ну все, умру, ну все, вот уже нет, нет, уже нет выхода, уже тупик, уже засада. Когда вот это появляется, у вас, внимание, суженное, зацикленное, вы все забыли, а теперь вы начинаете вспоминать, вспоминать, и я вам напоминаю, да, о простейшем ответе на все эти вопросы, что существует сезонное обострение, что существует и влияние полной луны, и месяца, но все существует. Вы за своими проблемами забыли о том, что вы единица природы, а для того, чтобы быть в согласии с природой, в согласии с собой, надо снять спазмы, да, надо снять спазмы, когда напряжение высокое, иногда спазмы возникают. А когда вы даете кислород в мозг, спазмы снимаются, кровообращение налаживается. Я почему это столько раз повторяю? Потому что опять и опять мне некоторые люди звонят, которые давно этим страдают, но уже привыкли к этому, что у них обострение происходит, привыкли, что у них иногда происходит упадок настроения, и они на всех обижены. Привыкли к этому, и уже не пользуются тем, о чем я говорю, да воспользуйтесь вы, и опять продлите себе жизнь. Я же занимаюсь, это шанс долголетия, творческого долголетия и физического долголетия. Потому что когда вы вспоминаете позитивные эмоции, вот сейчас начнете вспоминать, потому что внимание расширяется. Начнете вспоминать, да, как в детстве, что вы любили делать. Смоделируйте пять минут то, что вы любили делать в детстве. Да, и пускай слезы идут, или пускай смех идёт. Побудьте ребёнком пять минут, я вам такую тайну раскрываю. Вы что? Ни в одном нету в интернете, ни в одном методе мира нету. Сыграй свою роль. Когда ты был в детстве, восстанови эту память детства, сымитируя эти действия, или в лапту ты играл, поиграй, эти упражнения поделай, или ты любил на лодке плавать, поделай эти упражнения. Вы понимаете мысль, да? Я же не знаю, что вы в детстве любили, но вы пользуетесь критерием. Подбирайте для себя те действия, которые для вас максимально комфортны, которые вы в детстве любили делать. Это будут ваши упражнения к синхрогимнастике, я поключу. Вот так. И вспоминайте, какие у вас задачи стоят, над которыми вы бились, не могли решить. И вспоминайте, и вы получите стресс-трамплин. То есть вот эта энергия страха, энергия дискомфорта, энергия напряжения, энергия высокого пика напряжения пойдет на решение этих вопросов. И когда вы завтра, или послезавтра, или даже сегодня, через 2-3 часа опять о них вспомните, вы поймете, как их решать. Потому что вы переходите психологический барьер. Друзья, пользуйтесь. А если у вас все в порядке, вам это и не нужно. А допустим, вы в самолете летите. Вот в самолете летите. Вот ко мне моя подружка, она мне написала, слушайте, я улетаю через 2 недели в самолете, позанимайся со мной, пожалуйста. Ну, пожалуйста, она мне написала. Ну, она моя любимая подружка, но давно я ее не вижу, уже годами. Да, ну да, у нее и страхи бывают. Вот теперь у нее давно страхов нету, потому что она ключом много лет пользуется. А вот самолет теперь предстоит. Я опять напряжение. Ну, конечно, напряжение. Да. Ну, вот я эту памятку и ей тоже, и ей тоже. Что нам не важно. Перед самолетом, перед экзаменом, перед свиданием, перед встречей со значимым для нас человеком, будь он маленький ребенок или там взрослый начальник. Не важно, мозг устроен одинаково, когда напряжение растет, может быть вот такой момент, когда сосуды спальмируют, кислорода не хватает. Поэтому это нулевой урок до всех случаев жизни. И поэтому, кто этим занимается, это один элемент ключа. Один элемент ключа, который в неопределенности дает вам шанс поставить определенность. И вот тогда эта неопределенность вами лучше пробивается. С помощью творческого подхода. Да. Творческий подход, это что такое? Это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. А здесь как раз таки, поскольку вы учитесь снимать стресс, включать эндорфины, а эндорфин это универсальное лекарство, а кто этого до сих пор не понял, пьет водку. Потому что водка, коньяк, вино, это, по сути, заменители того, о чем я сейчас вам разговариваю. Говорю, говорю. Что еще заменителем является? Любимое дело. Любимое дело. Вот я люблю, я вот рисую, и поэтому вас привлекаю к тому, чтобы мы иногда вспоминали. Во-первых, вот это памятка. Помоги своему телу, чтобы помочь своей душе. Во-вторых, во-вторых, любимое дело, в котором ты хочешь, не хочешь, но делаешь те же самые действия, потому что когда ты рисуешь, или играешь на барабане, или вяжешь, или когда-то полы моешь, если это твое любимое дело, ты тоже снимаешь напряжение. Займись любимым делом, хотя бы на досуге. И таким образом ты снимешь напряжение. А здесь сейчас у нас мы как бы проводим опять такой момент. Это бесплатный ликбез, бесплатный, но без зума, потому что это срочная помощь. Некогда сейчас зум включать, некогда людей собирать. Я вам сразу даю обмен опытом. От школы человек будущего, хомо-футурс. Пожалуйста, попробуйте. Ничего тут такого нету. Это проверено годами, тысячами людей. Да, размять уши. Размять мышцы шеи, вот так вот потихонечку. Да, чтобы венозной ток наладить. Да, вспомнить что-то положительное, и сразу у вас пойдет какой-то заряд бодрости, энергии. Голова освободится от напряжения лишних, от зацикленности. Видите, я сколько раз повторяю. Нужно, нужно повторить, потому что повторение мать учения, потому что когда человеку плохо, он обо всем забывает. Потому что когда человек не умеет управлять собой, он нуждается, чтобы в нем управляли другие. И поэтому, когда человек не умеет управлять собой, им начинают управлять другие. Да, вот, например, в данном случае врач нужен врачу позвонить, Или друг нужен, который ободрит, совет даст и скажет, да пошли они все нафиг там, ты лучше занимайся баскетболом. Ну, мало ли какие советы нам дает. А ты, когда снимешь лишнее напряжение, сам себе можешь дать совет, сам себе можешь почувствовать, что ты хочешь, что ты любишь. И сделать это. И вспомнить свое детство. Там такой богатейший ресурс. В 5 минут в день побыть ребенком, покапризничать, поплакать, если хочешь, заняться том, чем ты занимаешься. А я в детстве любил водить самолет, сидя под столом. Я представлял себе, что я сижу в самолете. А мне было, я был маленький, под стол пешком ходил, представляете. И я там вот так вот веду самолет и завываю себе, как будто моторы работают. И вот когда у меня был стресс, я это рассказывал в одном ролике. Когда у меня был сильный стресс, я не знал, что делать. Я думал, ну все, все, умираю, все, все, все. Не могу решить свои проблемы. Я взял, сел, вспомнил, как я в детстве водил самолет. Вообразил себе и при этом секрет вам открываю. Кто этого не знает, кто не знает, что такое элементы ключ-2. Вспоминая в памяти, я добавил самый главный момент для реализации. Я стал делать те же самые движения. И вдруг даже запах кухни почувствовал, которая там рядом с этой комнатой. Даже голоса мамы услышал. Голограмма произошла. Я попал в детство. И в то состояние. И потом, когда я вышел оттуда, через 5 минут из этого состояния, никакого стресса. Потому что я побывал в детстве. Сыграйте так в детстве. Пожалуйста, вспоминайте счастливые моменты жизни. И делайте то руками, ногами, головой. Что вы тогда делали? 5 минут в день. Потом сядьте, рассеете взгляд и посидите. И произойдет научное, психофизиологическое, научное, повторяю, проверенное, проверенное мной, как специалистом. Научное в тавычках чудо. Да, друзья. До встречи.